Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачава, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. Самая жизнерадостная пенсионерка нашей республики назовет главную причину грусти многих стариков. И размер пенсии тут ни при чем. Начинаем, поехали! Сейчас время вести нашего информационного партнера. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что у ребенка появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. Сегодня у нас в гостях детский писатель Байдемат Кичарукова. Она самая жизнерадостная пенсионерка Карачаева Черкесии. За ее улыбкой в ютубе следят 76 тысяч подписчиков. Сегодня героиня хорошего настроения расскажет о том, о чем многие стесняются говорить и грустят по жизни. Скажите, пожалуйста, многие пенсионеры говорят, что им грустно, потому что маленькая пенсия. А пенсия маленькая, не хватает, чтобы помочь своим детям. Нужно ли своим детям помогать в пенсионном возрасте или уже надо заботиться о себе? Если ребенок вырос до 50 лет и не может себя содержать, то это его проблемы. Когда мы перейдем на европейскую модель развития общества и будем такими же счастливыми, как европейцы, нам же ведь нравится это счастье. Да, вот такой вопрос. Молодец, Руслан, спасибо. Я часто тоже задумываюсь. Проблема отца и дети, да? Да. Ну, у нас у Карачаевцев, можно без стыда говорить? Говорите, говорите. Ребенку своему 50-летнему и в 50 лет грудь ставят. Кушай, ребенок мой, кушай, маленький мой, кушай. Ну, к чему говорю? Вот до конца своих дней вот такая любовь непонятная. Я тоже своих детей люблю, но они у меня самостоятельные, сами себе зарабатывают. Ну, откуда появилась в обществе такая инфантильность? Ведь, извините меня, раньше, вот все хвалят советское время, а в советское время такой инфантильности не было. Такой инфантильности не было до революции, когда мужчина должен был приносить хлеб домой. А сейчас почему мать должна это все делать? Особенно мать-старушка. Я сейчас объясню. Это уже в крови, потому что карачаевский народ – это такой народ, сам по себе издревле трудолюбивый народ. Он необыкновенно трудолюбивый. Каких трудных… Вайдемат. Сейчас расскажу. Почему? Простите, можно вас прервать? Вот вы говорите о трудолюбии. Когда я сейчас вижу много безработных людей, пустые поля, огороды и, как вы говорите, покосившиеся заборы, у меня возникает сомнение в ваших словах о трудолюбии. Я сейчас расскажу. Вот смотрите, война была, нас выслали насильно, наши отцы, деды воюют, кровь проливают. Мы в Казахстане, половина людей погибла. Как мы выжили там? Руками женщин. Мужчин нет, как таковых, кто может работать. Женщины вязали, торговали на кусочек, на трехдневную работу, на столько мера. Такая пшена или пшеница, или кукуруза принесут, сварят мамалыгу какую-нибудь, детей кормят, чтобы с голоду дети не померли. Я что хочу сказать? Хоть бы сказали, чаю попейте. Я же все-таки летела с вешеной скоростью, с Карачаевской, я пунктуальный человек. Вот не люблю, которые не пунктуальные, и слово свое не держат. Так вот, эти женщины до сих пор у нас в Карачаево-Черкесии матриархат. Что это такое? Большинство карачайских семей, да, уже и Черкесия, я уже знаю, женщины содержат семью. Раньше я и сама ездила с этими сумками, баулами по России. Даже на Бородинском поле была, продавала платки без рукавочки. Строили дома женщины, учили детей женщины, мужья их дома были. Вот так мы жили. В институт их устраивают жены, мамы. То есть, получается, мужчина превратился просто в полезную мебель в доме? Ну, к сожалению, я не хочу сказать, что большинство, не вырежьте мое мнение, а то потом меня и... Нет, все, что вы говорите, все в эфир пойдет. Ну, 30% мужчин, да. И как с этим бороться? Ведь 30% это, извините меня, как коронавирус будет распространяться. Да, да. Ну, что делать? Ну, еще, Руслан, вот послушайте, не каждый мужчина или не каждая женщина тоже может и торговать. Вот я умею торговать, честно. Я могу сейчас вот взять вот эту резинку. Кстати, дай я тебе подарю. Пусть зеленый свет всегда будет у тебя на дороге. Спасибо большое. Я к чему говорю? Я бы ее сейчас за 10 рублей продала, к примеру говорю. А люди, которые не умеют торговать, не умеют менять, им трудно же жить. Вот он родился, он может пойти и на станке работать. Давайте про станки, Вадимат. Вот сейчас многие, конечно, могут меня в помидорами кидать. Но до революции никаких станков практически и не было. Все жили хорошо, животноводцем занимались, земледелием в том числе. Сейчас у людей по 20-30 соток огорода, может быть и больше. И там растет бурьян. Почему? Лень, батюшка, мама принесет, сестра принесет, поторгует, принесет. Ленятся. Лень, 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 лень. Телевизор, как вы сказали, компьютер и ОРАМ, интернет. А может быть, женщины сами виноваты, что к таким ленивым мужчинам относятся тоже с такой, знаете, материнской любовью. Потому что все-таки вот это дитё 50-летнее, оно все-таки найдет свою вторую половину. И жена его будет и кормить, и обувать, и рожать детей, и сама растить их. Ну, представляете, вот много еще хочу. Я сейчас хочу перескочить плавно, потому что эта тема бесконечная. Руслан Дзянам. Дело в том, что вот еще вот эта молодежь, бракосочетание, любовь, семья, да, многие женщины уезжают, годами дома не живут. Ихни мужья дома, и хозяйки, домохозяйки, и растят детей. Они зарабатывают, чтобы ее ребенок женился. Надо пойти обязательно в ресторане, отдать 2 миллиона, 3 миллиона. Где можно заработать, вот как можно эти деньги собрать простым трудом, простым людям. А ведь не все, не только миллионеры там справляют свадьбы в ресторанах. Да, большинство это достаточно бюджета и семьи. Да, бредут, берут кредиты. И бредут, и берут кредиты на эти свадьбы, траты. И хорошо, если будут жить. Я знаю случаи, ну, наверное, это единицы. 80% разводов в ближайший год. Да. А скажите, пожалуйста, а как обойтись без всего этого? Почему у людей может быть такие комплексы, что они ставят себе такие планки и начинают надрываться, и не испытывают никакого счастья? Они даже птичек не слышат и солнце не видят? Не слышат. Ищите женщину во всех бедах и радостях. Все-таки женщины виноваты? Женщины. Ну, скажите... В корне, в корне, вот они виноваты. Мы, мы. Ну, где выход? Это ж не может же, все-таки, мы идем к такому дну. Ну, это настолько, это в крови уже у народа, да? Это очень трудно. Может, переливание крови сделать? Может быть. С удовольствием, свою первую группу, и тем более переболевшая коронавирусом, с удовольствием. Нет, я имею в виду переливание крови, межнациональные браки. Могут как-то у вашего невестка, аж русская. Да, очень хорошая невеста, спасибо ей. Ну, как? Очень хорошо. И внук замечательный. Ну, это помогает ментально сменять? Мне кажется, сын ее окорочаил. Ну, наверное, она и по натуре такая. При мне она не будет сидеть кушать, при мне она не будет расставлено ногами сидеть. Ну, я не знаю, ментальность еще в этом тоже. Нет, я не об этом. Это элементарная этика поведения, культура поведения в обществе. А вот когда дай денег, то все это требует с вашего сына деньги? Нет, нет, у них слажено все. У моего сына он хозяин. Вот. Вот скажите, пожалуйста, как так удалось, что в семье вашего сына сын стал хозяином, а не домохозяйкой? Дело в том, что он слишком рано стал зятем. И долго жил в России. Вот, все-таки такое ментальное переливание крови было. Да, да, да. Все-таки это полезно. Полезно. Теперь, вот скажите, молодежь ленится, не хочет работать. Мамы зарабатывают ценой жизни кучу денег, чтобы устроить праздники и все остальное. Теперь у меня возникает вопрос. Все-таки, что вы прогнозируете в развитии нынешнего нашего общества? К чему это может привести? Потому что все-таки вы лидер общественного мнения. Почти серебряная кнопка Ютуба. Да, и ваше мнение очень важно и ценно. Что ожидать? Ожидать, не могу сказать, полное безврачие. Но свадеб будет намного меньше, я так думаю. У нас структура общества будет меняться? Нет, трудно жить. Деньги нужны, нет рабочих мест. Дело в том, что все стали горожанами, выезжали в города. Нет, и давайте вот так я вернусь от таких вопросов. Вот вы говорите, свадеб будет меньше. Но все-таки биология будет брать свое. Дети будут рождаться. То есть, получается, они уже вне брака будут рождаться? Они будут рождаться. Брак, наверное, будет, но их будет намного меньше. Кстати, насчет количества. Когда я работала кушеркой, я приняла, сколько сейчас совру? Две тысячи родов, да? За свой век. Когда я пеленала детей, вот смена, я уставала. Десять детей, пятнадцать, двадцать, двадцать пять детишек пеленала. За один раз и каждые три часа пеленала, раздавала мамочкам на кормление. Сейчас в роддоме, в Карачаевске, один ребенок, два ребенка, три роженицы, никого нет. Вот это у нас роды такие. Вот это надо кричать. Я не знаю, что делать. Бить. Но ведь криком же не поможешь. Ну, дайте рецепт. Что делать? Наплевать на всю ментальность и, извините меня, как ваш сын, в России укрепить свою мужественность и вернуться на родину? Нет, надо здесь просто, я еще раз хочу сказать, рабочие места. Вот конкретно, чтобы работать. Ну, Байдема, я вас умоляю. Вот сейчас вы как коммунисты говорите, рабочие места. В царское время не было ни заводов, ни фабриках. Все достойно жили, были мужчинами. Почему сейчас никто не хочет заниматься городами и коровами? Да мы испорчены интернетом, мы же видим, мы все это. Испорчены мы духом, сознанием. Лечить сознание – это очень трудно. Это века надо, уже век надо прожить, чтобы… То есть все-таки наше общество нужен каждому человеку сейчас психолог? Нужен, а как же? Ну, вот представьте себе, перед вами сидит молодой человек, который ленится работать. Вот вы как бы его образумили бы, какими бы словами? – Я пыталась некоторых. – А ну, как вы пытаетесь? – Вы знаете, что в лоб, что по лбу, как об стенку горох, улыбаются. Еще что, вот знаете, что наши стесняются работать. Я сама вот камушки могла, денег не хватало, там стенку выровнять. Камушки сама, цветные камушки находила и сама лепила. Когда попросила там парня, говорю, я тебе заплачу. Пожалуйста, вот стенку давай доделаем. Говорит, я не умею, я не могу. А что его мочь-то? Желания нету. Вот лентяй, лентяй, вот 100% лентяй. А иногда ходит, говорит, тетя Байдем отдайте на сигареты. Не стесняется попросить. – Ну, потому что у него, наверное, мама и сестра есть, которые ему на сигареты заработают. – Не знаю, не знаю, вот так бывает. Я даю, мне неудобно, просит взрослый парень, которому пора уже давно жениться, 30-35 лет, на сигареты просит. – И выход из этой ситуации. – Не знаю, не знаю. – Ну, вы же мудрая женщина. – Не знаю, давай вместе будем думать. – Спасибо, Байдмат, что были гостем и вдохновили всех нас своим настроением. Спасибо большое. Эту красавицу выбросили хозяева, потому что ребёнку появился новый каприз. Годовалая кошечка привита, стерилизована, обработана и имеет аристократическое воспитание. Она хочет в семью, где забудет предательство и получит любовь. А в ответ кошечка будет мурлыкать и дарить ласку. Таким мы сделали это полезно утром. Приятной вам субботы. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова